День открытий. Сегодня сразу в двух районах Чувашии перерезали красные ленты. В Канаше распахнул свою дверь детский сад, а в Батревском районе новоселье отметили школьники. Мои коллеги успели побывать на обоих праздниках. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Двери в страну знаний эти ребята открывают на месяц позже своих сверстников. Но настроение это не омрачает никому. Детских садиков в Канаше не строили давно. Спустя 22 года на окраине города для дошколят возвели настоящий дворец. Большой музыкальный зал, бассейн, современное оборудование, новая мебель. Такой комфорт обошелся бюджету в 120 миллионов рублей. Конечно рады, потому что ребенку 3 года, даже на работу не устроишься. Конечно мы рады, что дети у нас здесь сейчас учатся. Все малыши проживают неподалеку. В этом районе Канаша наблюдается строительный бум. Молодых семей здесь стало заметно больше. Но в детском саду открыли и коррекционные группы для ребят с нарушением речи. Где будут заниматься профессиональные педагоги и логопеды. Самая младшая группа это детки 2011 года. Им от 8 до 2,5 лет. Такие группы у нас будет 6. Через порог этого дворца переступили почти 300 малышей. Очередь сократилась заметно. Ребята старше 3 лет местами в детских садах обеспечены полностью. Но отчеты местных властей глава республики решил перепроверить у родителей. Уважаемые родители. Так, да, по сути дела? Или кто-то еще остается, кто путеку не получил? Нет такого? Нет. Задача, куда глобальнее строительство новых садиков, будет продолжена и дальше. Необходимо обеспечить местами ребят, которым исполнилось полтора года. На эти цели с федерального бюджета Чувашии было выделено более 600 миллионов рублей. Современные образовательные технологии для сельской местности уже не в диковинку. В деревне татарские Сугуты сегодня открылась новая школа. Во время экскурсии гости отмечали не раз, что эта школа ничем не уступает Чебоксарским. Во всех кабинетах проекторы и компьютеры, современное оборудование установлено и в столовой. Причем оплачивают обеды школьники при помощи специальных терминалов и электронной карты. Когда карточки обналичивать нельзя, пожалуйста, иди. И когда данные уже идут к родителям, и родители уже уверены в том, что ребенок пошел, подкушал, хороший, горячий завтрак или обед. Хотя фору поварам в этой школе может дать каждая девчонка. Готовить их учат на уроке технология. Учителя не без гордости отмечают, что из учениц подрастают неплохие хозяйки. Глава республики поставил задачу быть лучшими во всем. Хотя в таких условиях учиться плохо просто невозможно. На строительство школы было выделено более 140 миллионов рублей. Теперь здесь есть просторный спортивный зал, баскетбольная площадка и даже хоккейная коробка. Дети обещают радовать рекордами. Вот теперь вы должны дать спортсменам, профессионалам уже. Будем, да? Будем? Сделаем, девочки. Михалыч, самое борцовское село у нас. Об этом дне ученикам будут напоминать фотографии. Небольшая аллея. Первую ель здесь посадил глава республики. Медрик Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.